Привет, кулинары! Сегодня хочу показать вам очень занятную игру, связанную с производством разнообразной еды и автоматизацией кухни. В игре есть несколько режимов, это классическая песочница, строй что хочешь, и компания, где наша сдача это автоматизация кухни под разную продукцию и выполнение контрактов. Именно этим мы с вами и займемся. И кстати, да, ребята, если вы любите разнообразные конвейерные ленты, а всякую автоматизацию, если вы любите тайминги, и все это дело высчитывать, игра однозначна для вас. По одной простой причине, что игра целиком и полностью на этом построена. Наше с вами первое задание, это сделать и выполнить 10 заказов, уложиться до 500 ватт-часов и, соответственно, не более 40 ингредиентов. В бюджете у нас с вами имеется 50 тысяч долларов и два простых рецепта, это бургер и чизбургер. Значит, как у нас это все дело будет выглядеть и работать? Значит, это наша с вами кухня, здесь у нас с вами происходит выдача заказов, то есть у нас там сам ресторан, мы его, к сожалению, не видим. С левой стороны пока что достаточно маленькое количество разнообразной техники, которая нам будет позволять и помогать то или иное производить. И есть наша рецептура, да, как делается чизбургер. Идет обычная булочка, у нас с вами есть котлета, и есть котлета уже, которая готовая, жареная, да, и, соответственно, сыр. Обычный, резанный, все это дело превращается в чизбургер. Примерно то же самое это в нашем обычном бургере. Это просто булочка, котлета, жареная котлета, и все дело выходит на тарелочку. Именно это нам надо с вами будет производить. В игре нет никакого ограничения в плане времени, но у нее есть некое такое состязание, то есть она вам дает определенные задачи, которые вы должны будете выполнить. Выполнили, можете идти на следующий уровень, соответственно, выполнять новые задачи, новая рецептура. Как мы с вами будем строить? Ну, давайте я вам покажу примерно, как вообще это все дело тут начинается. Во-первых, нам потребуется ассемблер, да, это то место, которое у нас будет отвечать вообще за производство. Мы его, предположим, поставим вот в этом местечке. Далее нам потребуется диспенсер, место, где производится та или иная заготовка. Но мы пока просто расставим это все дело, да, а потом уже это по таймингам скомпонуем. Нам потребуется две штуки, так как мы сейчас с вами, предположим, займемся производством обычного гамбургера. Я знаю, что у нас с вами есть еще производство котлеты, да, то есть ее надо жарить. Нам потребуется электрогрель. Мы его, предположим, поставим где-нибудь вот здесь. Естественно, продукция просто так здесь не появляется, поэтому мы в диспенсерах выбираем, что мы хотим. Здесь у нас сверху пойдет производство... А, наоборот, вот здесь у нас будет производство булочки. Правильно? Да. Кстати, булочка производится раз в пять секунд. Это, кстати, очень важно. Здесь тайминги надо уметь выставлять и подгонять друг по другу, чтобы это все работало как единый механизм. Но тут есть такая некая читерская штучка, я вам потом чуть позже про нее покажу и расскажу. Дальше нам потребуется котлета, да, тоже, пускай будет пока стоять стандартный тайминг, пять секунд. Начинаем выстраивать наши конвейеры. Первый конвейер мы ставим вот сюда, а остальные мы начинаем... Ой, а это у нас что-то кривой появился. Сейчас мы его вот так вот поправим и досюда догоняем. Дальше нам потребуется сделать вот что. Просто так они, соответственно, диспенсеров у нас не попадают в те или иные новые постройки. Их надо перекладывать. Для этого у нас требуются роботы. Вот такие. Дамп-робот, он у нас достаточно самый обычный и простой. Им перекладывает все подряд. Если мы на него наведем, он как раз-таки нам показывает, откуда он берет продукцию и куда ее перекладывать. Вы можете указывать ему разнообразные ветки. Дальше у нас идет смарт. Он уже такой более продвинутый. Мы как раз-таки поставим его вот сюда, за крилем. Дело в том, что так как он все-таки продвинутый, выбираем его направление точно такое же ровненькое. Но он будет забирать только готовую продукцию в виде, предположим, котлет. Кстати, вот эта штука, у нас конвейерная лента, она нам будет не нужна, поэтому мы ее возвращаем. Кстати, мы с вами уже потратили 14 тысяч. И надо за этим будем следить. Значит, этот ассемблер мы наш сдвигаем. И далее мы ставим обычную руку уже для перекладки как раз-таки обычных наших булочек. На все, включая ленту, мы можем делать замедление. Но, кстати, по поводу конвейерной ленты, у нас здесь идет не во времени, а просто в скорости. Поэтому здесь надо скорость будет каждую вычитывать. Дальше. Здесь мы с вами в ассемблер нашим ставим, что мы будем с вами строить. Мы... Точнее, производить. Это я что-то от сатисфакта как-то идти не могу. Мы, предположим, делаем бургеры, да, классически. Выдача у нас будет происходить на верхнюю точку. Верхняя точка у нас, предположим, это вот этот гриль. Соответственно, мы сюда с вами также ставим наш робот. И все это дело пытаемся сейчас законнектить с точкой выдачи. Вот так вот. И вращаем вот сюда. Замечательно. Кстати, по поводу... Еще есть здесь особенности. Он может работать, предположим, на экономичном режиме. Он будет экономить больше энергии, но производство будет происходить раз в 7,5 секунд. В нормале это 5 секунд. И, соответственно, high speed, большое потребление энергии, но зато за 4 секунды. Но мы с вами никуда не торопимся. Это такие базовые уровни для того, чтобы вы примерно поняли, что это за игра. И если захотите, соответственно, мы сделаем полное прохождение. Дальше. Это мы с вами определили. Это мы с вами выбрали. Все. Запускаем нашу шарман-машинку. Пока только для... Чисто для пробы. Как у нас это все дело работает. Естественно, у нас с вами сразу здесь появились наши задания. И вот пошел производство, да. Котлета берется. Она начинает сразу сжариться. Кстати, эта штука у нас производит котлету за 5 секунд. Она отдает сюда. Соответственно, в эссемблере у нас это все дело производится. Мы можем навести мышку. Видите, производство как раз таки видим. Все готово. Продукты забираются и уходят. Если заказов нет, она просто складируется. А если заказы есть, то, соответственно, они сразу улетают уже довольным клиентом. Нажимаем игру на паузу. Ну, точнее, на полный стоп. Это чисто такой у нас был с вами тест запущенный. Для того, чтобы посмотреть, как у нас все работает. Не совсем все четко, не совсем все гладко. По той простой причине, что у нас разный тайминг забора как раз таки с грилей и с лентой. Но, перед тем, как мы с вами будем ставить и налаживать вообще всю систему, да, именно по секунду, есть такая штука, ордер ридер. Очень полезная, но она тоже, кстати, жрет энергию. Не стоит достаточно, ну, не кисло, 5 тысяч, да. Мы его, предположим, поставим здесь. Вот тут, вот тут. Я хочу тебя, чтобы ты был. Он будет включаться в тот момент и начинать активировать все производство в тот момент, когда поступает заказ. То есть заказа нету, да. Он, соответственно, стоит простой. Техника выключается и не потребляет энергию. Включается только в тот момент, когда уже это надо что-то произвести. Но мы пока его запитывать не станем, по причине того, что надо наладить саму ленту. Еще раз, включаем игру, смотрим по производству. Сейчас первый котлет у нас выскочит. Смотри, булочка у нас прошла чуть дальше, да. И забор пошел. То есть здесь у нас достаточно большой кусок во времени, разрыв идет. Не совсем синхронно. Хотя вот сейчас они пошли синхронно, смотри, да. То есть первая булка у нас просто пролетела, а сейчас они уже работают в шикардосном месте. То есть здесь нам даже тайминг погонять нет смысла. Наверное, может только на одну секунду можно что-то закоротить. Например, вот здесь мы можем убрать скорость, сделать чуть меньше, на 4. Нет, давай даже не на 4. Давай, наверное, так, как мы здесь. Давай, наверное, на тройку поставим. Вон, она замедлилась у нас. Вот теперь они одновременно пошли у нас, да. Смотрим. Да, они примерно одинаково у нас идут. Ну, где-то тут можно еще скостить секунду, но это ладно. У нас, правда, сейчас с вами по заказу тут честбургеры, но это, повторюсь, тестовая линия у нас. Ладно, нажимаем стоп. Здесь мы вроде с вами даже более чем нормально с первого раза все получилось сделать. А раз так, значит, тогда давайте подключим наш ордер ридер. Как это вообще выглядит? Значит, он работает на ресторан, и, соответственно, мы его будем запитывать только на производство бургеров. Обычных, не честбургеров. Добавляем ему соединение. Выбираем первый диспенсер. Дальше добавляем второй диспенсер. Следующее производство, которое мы можем ему подсоединить, это наша печка. И последнее это наш ассемблер. Вот так вот. Значит, дальше мы делаем некие настройки. Он у нас будет производить одну штуку. Вот так вот, когда появляется заказ, когда появляется новый заказ. Здесь разные функции у него есть. Он может по-разному включать каждую из установок. Вот так вот. Кстати, в игре пока нет русского языка, и сейчас, ребята, даже он вроде как и не планируется. Но в игре уже есть поддержка модов, поэтому, возможно, 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 кто-то сделает. Так, единицу добавляем. И аналогично то же самое с ассемблером. Новый заказ. Так, вот так вот. На одну единицу. Да, окей. Все. Нажимаем старт для проверки. Смотрим. Ноль штук он использовал. То есть это количество ингредиентов, которые он будет юзать. И пока заказов нет, видишь, все стоит простое. У нас маленькое потребление энергии, и нет никакой растраты в плане ингредиентов. Блин, если честно, ребята, это такая классная игра. Вот это прямо как кто играл в Satisfactory, да, то же самое, только на земле вид сверху и с булочками. Вот просто то же самое, да. Только есть маленькие ограничения, здесь нет открытого мира, это есть все-таки границы ресторана, и все, ими как раз-таки и заканчиваются. Здесь надо уменьшить, правильно все разложить. Вот здесь огромное количество разного оборудования. О, смотри, заказ появился. Он включил его, он автоматически включает сразу гриль, и пошло производство. У нас, получается, сейчас будет первый уход в булочках просто, в простой. Хотя мы можем даже первую подогнать, предположим, под идеальное расположение времени. Как мы это можем вообще, в принципе, с вами сделать? Смотри, у нас, значит, производство здесь с вами идет раз в пять секунд, гриль у нас тоже готовит раз в пять секунд, конверная лента, она прогонит продукцию за одну секунду, эти два товарища тоже забирают примерно по секунде. То есть мы считаем раз, два, три, четыре, плюс пять. То есть, естественно, мы булку выкидываем на десятой секунде, предположим, да? И запускаем это дело. Опять-таки на тест, на пробу. О, заказ появился. Смотри, хрязь, и они забирают. Понял, да? То есть сейчас мы это сделаем, остановим немножечко. Они у нас сейчас почти что работают синхронно. Эта булка выехала, точнее, котлета выехала, она жарится. К моменту забора котлета у нас вылетает булочка. И они вот здесь, смотри, почти что идеально пересекаются. Единственное, что может быть здесь еще одна... Даже не здесь, стоп, здесь мы ставим на пятерку, потому что здесь у нас идет забор. Мы вот здесь, наверное, его оставляем. Так, стоп, отмена. Вот в этом, да. Мы его оставляем до тройки. Потому что здесь рука сразу его подхватывает. Нажимаем старт, и сейчас пойдет у нас новая продукция. Правда, что-то булка у нас забаговалась. Но, ребятки, еще ранний доступ, сами понимаете. О, включилась, так. И смотрим. Во, теперь они работают синхронно, да? Сейчас мы немножечко уберем скорость. Вот так вот сделаем. Проверим. Первый пошел сюда. Жарится. И вылетает булочка. Булка выехала. Притормозилась. И они одновременно забрались и установились. Без всякого ожидания. Слушай, неплохо. Конечно, может быть, даже еще можно будет на какую-то долю секунды это все дело поставить. Хотя, смотри, вот здесь у нас рассинхрон пошел почему-то. Странно. Булка вылетела. А, у нас там одна просто в закладке лежала, да? Так, откорректировал. Сейчас посмотрим. А вот сейчас они у нас как раз-таки работают синхронно. Шикарно, да. Все. С этим производством у нас все ясно и понятно, да? Давайте теперь делать следующее. Нам надо поставить линию для чизбургеров. Мы, конечно, так как требуемся опять в котлетах, да? Мы можем использовать как раз диспенсер по производству базовой котлеты, да? Без прожарки. Один на два наших эссемблера. И точно так же можем использовать один электрогрин. Просто этот тайминг нам придется умножить в два раза. Но это будет не совсем красиво смотреться. Я хочу придать больше такого, знаете, массива в плане постройки. Поэтому давайте сделаем новую линию. Нам потребуется все примерно то же самое. Значит, берем эссемблер. У нас, тем более, по электричеству все это дело позволяет сделать. И по продукции тоже. Предположим, мы его поставим вот где-нибудь вот здесь, да? Только надо посмотреть, что нам там еще требуется. Нам потребуется плюс добавленный сюда еще сыр. Вот как. Значит, берем несколько наших диспенсеров. Раз, два. И третий, предположим, будет находиться где-нибудь вот здесь. Точно так же расположен здесь один наш гриль. Предположим, сделаем его вот тут. Далее потребуются обычные конвейеры. Хотя нет, давайте вот как сделаем. Во-первых, мы назначим, что у нас будет производиться здесь. Значит, здесь у нас с вами идет котлета. Окей. Здесь мы с вами сделаем, предположим, производство сыра. Окей. А здесь будет просто у нас идти с вами булочка. Вот так вот и окей. Значит, для булки у нас идет простая стандартная лента. И закругляем ее вот таким вот... А, наоборот. Вот эту штуку мы закругляем вот так вот. Здесь нам потребуется уже нарезка. Нарезка у нас идет две секунды. Мы ее, предположим, разместим где-нибудь вот в этом месте, да? Чтобы хоть как-то симпатично смотрелось. Дальше идти наша лента. Мы продлеваем это все дело вот досюда. Раз. И все. Здесь у нас с вами уже пойдет рука. Хотя нет, подожди, стоп. Неправильно поставил, походу. Да, неправильно. Вот эта штука у нас лишняя. Мы ее убираем. Вот эту нам надо развернуть как раз-таки наверх. А рука у нас с вами будет забирать отсюда все наверх. Сразу на ассемблер. Вот сюда мы ее размещаем, да? Дальше конвейерная лента. И точно так же ставим еще один наш роботик. Вот так вот. И смартовский ставим вот сюда. Осталось теперь это все дело назначить по продукции. Так, это не тот у нас. Нам нужен будет вот этот. Мы его выбираем. Все, что угодно. Точнее, нет. Не все, что угодно. Только котлета. Да. Пока давайте просто запустим по старту. Опа, точнее по стандарту. Стоп, подожди. Мы забыли кое-что сделать. Ты можешь производить чизбургеры. Да. Вот так вот. Окей, 5 секунд. Также нам потребуется еще робот для выкладки. Чтобы сэкономить место, да и энергию, мы вот так не будем делать и продлевать в соседний квадрат. Пускай он как раз-таки будет выходить на нашу первую линию. Так, ну допускаем. Нажимаем старт. Смотрим, как у нас вообще все дело будет сейчас работать и функционировать. Нам все главное посмотреть, как это происходит по таймингу без нашего ордер-ридера. Забирает булку, сразу забирает сыр. Котлеты готовятся в этот момент. Забирается котлета и поехала туда. Слушай, ну если настроить время, то будет очень даже все неплохо и синхронно. Хотя на самом деле и сейчас он загружает наш эссемблер. Ничего, никакого простого нету, да. У нас одна рука, смотри, постоянно работает, а другая забирает постоянно котлеты. Слушай, а шикарно. Это что, так получилось без всякого тайминга даже? Ты посмотри. Абсолютно без тайминга у нас все работает. Он вообще работает без остановки. Очень правильно. Кстати, каждая вот такая у нас конвейерная лента добавляет, естественно, нам по одной секунде. То есть, да, то есть мы должны будем понимать и учитывать, чем больше мы их выращиваем, тем больше тайминга надо для производства наших диспенсеров. Слушай, ну нормально. Раз так, тогда мы нажимаем стоп и ставим производство наше. Где наш ордер ридера? Вот он. Мы его, предположим, поставим где-нибудь вот в этом месте. Хотя, можно его даже наверх просто питать. Надеюсь, он достанет. Сейчас проверим. Так, ты у нас производишь в ресторане, да, только через бургер. И делаем коннект. Первая точка. Вторая точка. Третья точка. И гриль, естественно. Окей. Кстати, по поводу гриль. Давай посмотрим. Гриль у нас жирает 3000 ватт, да? А ассемблер у нас жирает 4000 ватт. Давай-ка, наверное, мы лучше сделаем вот как. Точнее, мы тебя оставим, а эту штуку мы уберем. Гриль, да? А вместо гриля мы лучше сделаем, пускай он постоянно будет работать, а запитаем ассемблер. Вот так вот. Он будет включаться как раз-таки на производстве. Да, отлично. Какая-никакая, но все-таки экономия. Естественно, точно так же сейчас все выставляем по таймингам. Готово. Нажимаем старт и проверяем, как все дело будет работать. Может даже, межничка, это все дело нам проверить для... Точнее, ускорить для проверки. Так, один у нас, видишь, гриль все время работает. Постоянно. Продукции пока используют на ноль. В идеале для уровня нам надо выполнить до десятки. Ой, точнее, до сорока единиц. Сейчас посмотрим, что получится. Пока работает все отлично. Первый бургер, первый заказ у нас ушел. Еще один заказ у нас идет. Как раз-таки лист у нас, заказ идет с левой стороны. Пять продукций мы выполнили. Единственное, что мы походу по энергии... А, нет, слушай, мы идеально успеваем. По-моему, мы идеально успеваем абсолютно уложиться во все. Да, изи. Просто изи. Получается, мы выполнили и по продукции, и по электричеству, и по ингредиентам. Единственное, что сейчас нам с вами показано, видите, некий наш статус, да, то есть эффективность нашей кухни 51%. В идеале, конечно, ее вывести в 100%, но туда, получается, надо подогнать абсолютно до миллиметража, высчитать каждую конвейерную ленту для того, чтобы все это дело могло у вас срастаться и работать. Но, наверное, все-таки эффективность 100% это уже для ультраперфекционистов. Главное выполнить это вот эти цели. Как-то вот так. Вот такую игрушку я вам хотела показать, и я вам ее показал. Это была первая серия. Надеюсь, не последняя, но, как всегда, все зависит от вас. Пишите ваши комментарии, интересно ли вам вообще направление этой игры. Если да, то мы будем с вами дальше ломать голову, проходить ее разнообразные, искать уровни. Тут ингредиентов и рецептов огромное количество. Огромное количество разных ресторанов. И пиццы делать можно, и бургеры, и картошка фри, и куру, и шаверму, и так далее, и тому подобное. И, естественно, линии там будут уже умножаться в 10-30 раз больше, а помещения будут либо меньше, либо как раз-таки прямо тютелька в тютельку. В общем, как-то так. Да, если понравилось или вообще какие-то твои есть мысли по игре, пиши в комментариях. А я с вами с вами прощаюсь. Кушайте вкусно. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok